1800 предприятий в Иссык-Кульской области получили разрешительные документы для возобновления деятельности. Однако такие организации находятся под тщательным контролем. Глава области вместе с сотрудниками соответствующих ведомств регулярно проводит рейды. Магазины, парикмахерские и рынки. В более 10 разных предприятиях города Каракол была проведена проверка. К сожалению, не все на сегодняшний день соблюдают санитарные нормы. Такие проверки для некоторых предприятий заканчиваются предупреждением, а для некоторых – полным закрытием. Многие предприятия грешат тем, что их сотрудники не носят маски. В наличии у них нет антисептических средств. В сложившейся ситуации такое отклонение от норм крайне опасно. Среди правонарушителей есть и законопослушные предприниматели. К примеру, некоторые парикмахерские работают в специальных защитных костюмах. После каждого клиента проводится дезинфекция. Здесь предпринимаются все меры для безопасности здоровья посетителей. После обрабатывания моем и принимаем. Сейчас рейды проводятся регулярно. Мы тщательно следим за тем, чтобы санитарные и эпидемиологические нормы соблюдались. Как вы понимаете, в сложившейся ситуации это крайне важно. Все предприятия сейчас находятся под нашим чутким контролем. Все правонарушения строго пресекаются. Это далеко не последний рейд по области. С момента возобновления деятельности отдельных организаций такие проверки проводятся в усиленном режиме каждый день. В ходе нашей работы бывают недопонимания со стороны предпринимателей. Поэтому мы часто проводим разъяснительные работы. Наша работа не останавливается даже вечером. В то время мы с сотрудниками милиции проводим рейды. Вот, к примеру, нами были замечены два кафе, где проводили ифтар. Хотя это официально запрещено. Один из них успел закрыться, а другого мы настигли. Врасплох в ходе проверок владельцу заведения был наложен штраф в размере 7,5 тысяч сомов. За один день ряд предприятий получил предупреждение, а кто-то и вовсе вынужден приостанавливать свою деятельность. До настоящего времени тысячи организаций прошли такую проверку. Глава области поручил регулярно проводить подобные рейты и своевременно пресекать правонарушителей.